Друзья, привет! С вами компания Руфер. Нахожусь на очередном из наших объектов. В данном видеоролике мы расскажем вам про такой продукт, как модульная металлочерепица. Расскажем о нюансах монтажа. И традиционно со мной на объекте один из лучших специалистов, мой старинный друг, товарищ Алексей Исаев. Специалист компании Аквасистем. Друзья, всем привет! Ну что, друзья, перейдем непосредственно к делу и расскажем вам о нюансах монтажа. Друзья, начнем мы, наверное, с самого интересного. Это с хребта. Таким же образом на кровле на данной выполнен конек. Обратите внимание, что несмотря на то, что это модульная металлическая черепица, устанавливается коньковая обрешетка, вот же коньковый брус, для того, чтобы нам смонтировать аэроэлемент конька и хребта, чтобы у нас он находился не в плоскости, а был приподнят и выполнял свой функционал. Устанавливается он на вот такое специальное крепление. Кто работал с натуральной черепицей, знаешь, что это крепление коньковой обрешетки. Далее устанавливается лента и будет установлен красивый полукруглый конек, который мы с Дмитрием вам немножко попозже покажем. Что касается модульной металлической черепицы, сейчас у нас уже практически вся кровля готова. Осталось у нас только смонтировать хребты и конек. Касаемо модульной металлической черепицы, самая отличительная, главная особенность, это то, что у нас нету открытых креплений. Мы сравниваем сейчас с простой, с нашей мерной черепицей, где у нас идет до 8 салорезов на квадратный метр, открытое крепление и получается у нас протечки и попадание влаги на обрешетку. С модульной металлической черепицей такого не происходит, потому что у нас идет скрытое крепление. Вот такие вот специальные штампы, которые делаются на производстве, закрепляются потом в обрешетку и следующим листом это закрывается. И дальше у нас крепление идет так же, как на композитной черепице, в торец. Ну, сейчас поближе покажу саморез. Вот так вот выглядит уже закрепленный саморез в торце модульной металлической. Ну, собственно, сверху, как в рядовой черепице, какие-либо здесь крепления отсутствуют. Алексей, еще, кстати, важный такой момент. В металлочерепице, ну, многие отмалчиваются. Вообще рекомендована протяжка саморезов. Ну, собственно... Рекомендована, это пишут все производители, тоже об этом, кстати, все забывают. Да, забывают, да, да, как бы отмалчиваются, об этом-то и речь. Потому что каждые два года, хочешь не хочешь, а нужно обслуживать и протягивать саморезы. Потому что они ослабляются со временем, все равно идут подвижки. Резинки и вот эти прокладки, которые из ЭПДМ, они тоже не вечные. Поэтому у нас прямая протечка идет, попадание влаги. Как я уже сказал, те наши замечательные коллеги, друзья-кровельщики, которые разбирали кровлю из металлической черепицы, наверняка видели, в каком состоянии находится обрешетка. Потому что там уже из-за того, что попадание воды, плесень, грибок, где-то уже началось гниение и так далее. Здесь эта проблема отсутствует полностью как лаз. То есть то, что касается протяжки, этого не нужно делать. И, соответственно, нет у нас открытых вот этих креплений, которые приводят к прямым протечкам и попаданиям влаги на обрешетку. То есть один из плюсов, который можно отметить при выборе, соответственно, модульной металлочерепицы, это тот плюс, что потом монтажнику не нужно будет возвращаться на объект, правильно я понимаю, и протягивать саморезы. А для заказчика, соответственно, это срок службы всей кровельной конструкции, потому что влага у нас не попадает на деревянный конструктивный элемент. Ну и отсутствие саморезов, на самом деле, да, это огромный плюс. Вот эти вот саморезы в торсах, их практически не видно. Да? Вот, смонтированный скат. Слово, кровля выглядит шикарно. Вот как раз, когда ехал сейчас, подъезжал к объекту, вид вообще просто изумительный. Потому что на мерной металлочерепице эти саморезы видны. Здесь этого нету. Даже вот мы сейчас с Дмитрием стоим, ну, просто вот идеальная, великолепная, хорошая, красивая поверхность. И размер листа, получается, модуля, правильно, да? Он какой получается, Алексей? Вот это ты зря сказал, потому что я не помню. Да? Ну, они разные, во-первых, у Гетеборга и у Стокгольма размеры... Ну, понятно, в зависимости от коллекции. В зависимости от коллекции, от профиля, модули разные, да. И еще вот, ребята, можно спросить монтажникам, это удобство. Вот сейчас вот Дмитрий покажет, какая здесь высота. И теперь давайте мы с вами представим, что мы сюда будем затаскивать мерную металлочерепицу. Все представили сразу, да? Да, тут картина сразу ясна. С длинными листами, особенно шестиметровыми, с порывом ветра здесь можно улететь просто-напросто. Да, поднять модуль, у которого 0,72 квадрата, абсолютно легкий, никаких проблем. Это тоже очень важный момент. Ну, при монтаже сейчас добавили, Алексей, вот то, что мы, как бы, да, заметили. Ну, со своей стороны, с ребятами, когда монтаж производили, конечно, размер листа, он радует. Во-первых, облегчен подъем значительно. Вот здесь вот, посмотрите, небольшой участок на трубу, мы туда сложили аккуратненько заготовки. Также сейчас вам сделаем полный обзор, ребята, и покажем, как, соответственно, мы их на обрешетке складируем. Размер удобный, разделяемся по скатам. Один кроличек на одном скате работает, другой работает на другом. Это не требуется, когда вам нужно там троем, четвером поднимать эти шестиметровые листы нереальные, да, держать, крепить, выравнивать. То есть здесь работа производится более слаженно. Просто надо набить руку и работать удобно с этим материалом. Один подсобник внизу подает, и каждый мастер на своем скате, как Дмитрий сказал, и тоже самое касается складирования и транспортировки. На палете на одном умещается 200 квадратных метров. Палета не занимает вообще, ну, место. Стандартная европалета 0,9 на 1,2 меньше квадратного метра. Все. Так, ну что, Алексей, предлагаю показать еще один интересный элемент, который будет друзьям интересен. Это мансардное окно. Переходим. Пойдем. Друзья, ну, теперь поговорим про мансардные окна. Как выполняется примыкание, соответственно, в районе мансардных окон. Доводим модульную черепицу непосредственно до нижней части окна. Делаем вырез. Выводим вот такой вот фартук. Обратите внимание, это идет специализированный оклад к мансардному окну. Это оригинальный оклад. Что мы делаем дальше? Поскольку здесь вот мы делали вот такой вот вырез, обратите внимание, вот здесь вот у нас получилась вставка. Которую, кстати говоря, практически и не видно. Я ее вот не сразу и заметил. Да, обратите внимание. То есть вот он рез, и вот, соответственно, стык. Еще мы сделали эту вставку. Нижний лист мы вырезали. Накрыли, вывели, соответственно, фартук. Далее поставили вот эту вот декоративную вставку. И далее у нас опять пошел также ряд модульной черепицы. Таким образом мы перекрыли вот здесь вот самое слабое место при врезке мансардных окон. Ну и так, соответственно, смотрится гораздо эстетичнее, чем здесь будет торчать вот такой вот лопух из этого фартука. Будет не очень эстетичнее. И по герметичности такой способ он выигрывает. Есть способы, когда там начинают нарезать, но это уже такой плохозный вариант. Мы такие варианты никогда не исполняем. Далее. Кроеное покрытие. Обратите внимание. Тоже часто задаваемые вопросы бывают. Почему здесь такие зазоры и, соответственно, не доводятся до окна. Ну, таким вот образом здесь устроен сток воды непосредственно от мансардного окна. Это требование производителя. Кроеное покрытие не доводится в районе трех сантиметров. Вот здесь идет у нас желоб. И наводим кроеное покрытие непосредственно на вот такой вот желобок, который выгнут у нас на самом изоляционном окладе. Как защищается вот это вот место от попадания снега и какого-либо мусора при порыве ветра. Да, там листвы, елки, если есть хвойные деревья на участках. Вот здесь вот вклеен поролоновый такой клинышек, который, собственно, и предотвращает попадание туда снега и мусора. В верхней части кровля не доводится 6-8 сантиметров. Таким образом окно, по сути, перекрывает вентиляционный канал. Но вот таким вот образом сверху мы еще обеспечиваем дополнительно заход воздуха над окном. Вот так вот правильно выполняется подведение кроеного покрытия к мансардному окнам. Ну что, Алексей, теперь перейдем к коньку и к лендове? Да! Пойдемте дальше. Друзья, немножко расскажу о нашем замечательном полукруглом коньке. Потому что для вот такой замечательной металлической модульной черепицы, конечно, стандартный конек, к которому мы все привыкли, он будет смотреться не очень красиво. Поэтому выпускаем вот такой полукруглый конечек, который вот с этим профилем Гёте-Бург будет смотреться замечательно. И вот такая вот заглушечка. Все привыкли к полукруглым, скорее всего. И выпускаем вот такие конусные заглушки, которые очень симпатично смотрятся. И здесь она закрепляется на заклепке в цвет кровельного покрытия В данном случае это у нас, если не ошибаюсь, 8 и 17 Соответственно, покупаются такие же заклепочки небольшие, четверочки И вот эта заглушка таким вот образом устанавливается Да, по факту получается достаточно объемное обрамление В том числе и конька, и хребтов Если крыша у вас с хребтами, полукруглый конек Он смотрится гораздо красивее, чем обычный планк Он придает объем и очень удобное решение вот эта вот заглушка Именно то, что она имеет такую вот конусную форму Друзья, продолжаем Мы сейчас находимся на вершине, на самой верхней точке нашей замечательной кровли На коньке И Дмитрий сейчас расскажет нам, как выполнена Яндова Друзья, вот конкретно на данном объекте Как мы выполнили Яндову? Из листового металла согнули элементы Яндовы Данный способ называется открытый Когда у нас, соответственно, нижняя Яндова Она, по сути, является и основной Яндовой Выполняется также в цвет модульной черепицы Далее наклеили специальный уплотнитель, который обеспечивает заход воздуха Но при этом с помощью него у нас не попадает ни снег, либо какой-то мусор в подкроемое пространство И подходим, соответственно, к модульной черепице к Яндове Натягиваем нитку и уже, соответственно, подрезаем ее по месту Вот так вот она выглядит вживую Вот на этом участке виден непосредственно уплотнитель Ну, друзья, мы постарались вам показать все основные элементы Еще один момент Хотелось бы отметить На следующей кровле мы, наверное, это используем, да, Дмитрий? Мы выпускаем еще специальную Яндову Которая в середине имеет, ну, скажем, такой некий гребень Это специальная Яндова для разноуклонных скатов Чтобы у нас не было перелива Это как раз тот случай Потому что здесь у нас один угол наклона На Дормере у нас другой угол наклона И может по Яндове происходить перелив воды при сильном дожде И вот этот хребет, он будет препятствовать вот этому переливу Тоже очень хорошее решение Есть только у компании Аквасист Да, ну, здесь мы выполнили из листового, как я сказал С отгибкой по классической технологии А такую Яндову мы обязательно попробуем на своих объектах The best! Друзья, ну что, всем пока До скорых встреч в эфире!